книга открытым оком том 1 вопрос 194 почему так бог устроил что когда человек умирает и ему его таланты уже не нужны нельзя их просто передать другому в готовом виде только что умер броски иосиф большой талант взять помолиться и он как бы переселился в другого отвечает игнатий тихонович лапкин ничего неизбыточного в этом нет только нужны молитва и труд труд и молитва пророк или я практически стоит уже на перроне сейчас будет подана колесница и вдруг от его спутника необычная просьба 4 царств 29 когда они перешли или я сказал елисею проси что сделать тебе прежде нежели я буду взят от тебя и сказал или сей дух который в тебе пусть будет на мне вдвойне и это свершилось хотя казалось что даже в подобии невозможно отразиться такому таланту злобствующие иудеи убивают лидера первоапостольская церкви грозу всех эритиков стефана плач был о нем и бог на его мощах на семени крови его взрастил не меньшего его по духу гиганта мысли и духа корифея тысячелетий бывшего его убийцы как это может быть молитва даже иван креститель оказывается лука 1 17 предвидет пред ним в духе и силе или и чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников дабы представить господу народ приготовленный только бы мы не болели российской коростой поразившие все пронизавшие жилы и нервы трусость и корысть корысти трусость иначе никакие слезы не помогут если мы отречемся от первородства проповеди благовестия и заменим ее на уставное богослужение евреям 1217 ибо вы знаете что после того он желая наследовать благословения был отвержен не мог переменить мысли отца хотя и просил о том со слезами однажды я присутствовал новосибирской общине баптистов вниз есть у них есть обычай через записку заказывать любимую или понравившуюся духовную песню я сам пользовался их услугами и заказывал мои любимые песнопения не ради почести не ради почести и славы стремлюсь я боже к небесам есть место есть поступил заказ от отца недавно умерший их молодой хористки вышли две сестры и без музыкального сопровождения запели но уже кажется на втором куплете они умолкли у каждой был ком в горле повисла напряженная тишина все опустили головы прошло несколько минут а они молчали тогда встал пресс-фитер и сказал простите это было их подруга они споют немного попозже по памяти попытаюсь восстановить слова этой трогательной песни умолкли аккорды порвались а струны и звуков уже не слыхать и голос прелестный и голос чудесный не будет уж больше звучать умолкли на веки че те чудные речи погасла на веки свеча как жаль что все гаснут прекрасные свечи талант за собой унося горела та свечка и людям светила средь холода мрака и зла одним было чуждо другим было мило горела любовью она горела но ветер подул так внезапно и начала таять свеча светильник прекрасный ушел безвозвратно талант за собой унося а там в небесах над землей у бога и свеча вдруг опять забрестит разбитая арфа с десницы у бога на небе в любви зазвучит какой из меня певец медведь на ушах спал но находясь в тюрьме я пел это стихотворение и мысленно представлял вместо свечи моего отца дядю степана брата отцова который дал мне сильный толчок богоискательства и каждый раз думал о каком а о ком-то из близких напевая эту песню сколько сейчас умирает немцев англичан китайцев знания ими их языка им теперь не нужно за определенную плату они согласились бы отдать продать свои знания мне но как совершить эту куплю продаж